День с толком В ближайшие 15 минут о хороших новостях и не очень Первый звонок во всех школах О, боже мой, какие милые дела Около 300 тысяч школьников края сели за парты Жуткая смерть девушки и взрыв газа в жилом доме Как прошли эти выходные в Бийске Пожары, уход Дугина и гибель пчел Вспоминаем самые яркие события этого лета Первый школьный звонок сегодня услышали 30 тысяч первоклассников края Во всех образовательных учреждениях сегодня прошла торжественная линейка А благодаря тому, что 1 сентября выпало на воскресенье В этом году у школьников появился дополнительный день лета Уроки начнутся только завтра А за парты сядет 275 тысяч учеников И это на 5 тысяч больше, чем в прошлом После линейки моя коллега Анастасия Дороган пообщалась с героями праздника Боже мой, какие милые дела Волны любви сносят педагога начальных классов Елену Порыгину За что ее стоит любить? Дети говорят за все И особенно за похвалу Всю жизнь, по словам Елены, она легко находит общий язык с детьми и не устает от них Они же тоже любят молодых учителей, энергичных Поэтому они, наверное, мне помогают находить, черпать эти силы Быстрая первая линейка Уроков сегодня здесь нет Ученикам после долгого лета не терпится поговорить Все собираются Да, как-то все вместе после лета То есть вы в школу любите ходить? Ну, да Отличник Отличник Вашими стараниями? Нашими всеобщими Мама и папа тоже общаются У них свои темы Новые обязательные предметы, например Если бы нас спрашивали, да, родители Я бы предложила учить китайский язык Он востребованный, он нужный Кстати, как жить, размышляют и школьники Правда, смотрят шире Димит Иванов второклассник, но уже занимается геологией Изучает окружающий мир И пока в одиночку решает экологические проблемы Например, мусора Люди засыряют природу Бросают там бутылки А ты сам что-нибудь делаешь для того, чтобы мусора было меньше в природе? Ну, пытаюсь, но это бесполезно Я уберу, оно появляется и появляется Надеемся, что у Димита обязательно появятся помощники У школьников желание учиться, а у их родителей силы терпения Ведь впереди целых 9 месяцев уроков Анастасия Драган, Николай Шелко, день с толком По факту жуткой аварии, произошедшей в Бийске, возбуждено уголовное дело Рано утром, 31 августа, в районе Зеленого Клина Пьяный водитель, который уходил от погони, насмерть сбил 27-летнюю девушку От удара пешехода буквально разорвало пополам Сам водитель пострадал не сильно, сейчас он находится в больнице За рулем в иномарке находился 31-летний мужчина По предварительной информации, он и его приятель ночь провели в увеселительном заведении После чего сели в автомобиль и поехали Проезжая пост, сотрудники ГИБДД потребовали бийчанина остановиться В итоге началась погоня Уходя от полицейских, пьяный водитель не справился с управлением И на большой скорости сбил пешехода Девушка стояла на обочине, она скончалась сразу На несколько часов движение на одной из главных улиц Бийска было парализовано Водителей пассажира доставили в больницу По факту аварии со смертельным исходом возбуждено уголовное дело Сразу после того, как виновник поправится, он будет арестован Добавим, что у погибшей девушки осталась 8-летняя дочь Сегодня она пошла во второй класс И еще одна новость из Бийска Две квартиры, которые пострадали от взрыва бытового газа Восстановят за счет резервного фонда Такое решение было принято сегодня утром на заседании комиссии по чрезвычайным происшествиям Напомним, 31 августа ночью в жилом доме Бийска взорвался газ Были госпитализированы два человека Один из которых до сих пор в крайне тяжелом состоянии Продолжит Валентина Аскерова Хлопок газа в Бийском многоэтажке произошел ночью, когда все спали В результате взрыва пострадали три помещения Две квартиры и одна парикмахерская Из дома спасатели экстренно эвакуировали 23 человека Взрывы, видимо, только во сне Но не осознала, что это было Посмотрела на часы, было 3.50 Услышала крики в подъезде Заглянула в подъезд Через глазок, не видно ничего Дверь открыла, дым стоит Не обошлось и без пострадавших Госпитализировали хозяина квартиры, где взорвался газ А также женщину, которая жила по соседству Сейчас ее здоровью ничего не угрожает А вот 55-летний пострадавший Находится в крайне тяжелом состоянии У него ожоги 90% поверхности тела Пациент в реанимации Проводится инфузионная терапия, антибактериальная терапия Перевязки делаются Получает полный пакет лечения Инфузионная программа Выполняется Лечение направлено на восстановление Жизненных ресурсов И выведение больного из шокового состояния Потому что поступило на состояние шока Крайней степени тяжести Кстати, жильцы уже начали возвращаться Свои квартиры Эксперты признали дом безопасным для проживания А между тем, Следственный комитет края Проводит проверку по факту взрыва А предварительной версией называет Утечка газа Валентина Аскерова, Александр Антропов День с толком Прошедшее лето было богатым на громкие события Хотя обычно этот сезон проходит довольно спокойно Пожары, страшные аварии Уход Дугина и гибель пчел Мы решили подвести некоторые итоги лета И напомнить вам о самых резонансных событиях Из жизни нашего края Вторая волна паводка миновала Но подтопления были В Чережском районе река вытекла в дыру Строящейся дамбы Десятки участков затопило Компенсации не было Ужасная авария произошла на трассе Барнаул-Рубцовской За дыма столкнулись четыре авто Крайним была женщина с двумя маленькими детьми А следом гнала фура Чтобы избавить скорость машины И спасти детей Женщина пошла навстречу Умерла на месте Новый мост Барнаула Вновь забрал жизнь Утром 3 июля Женщина покончила с собой Свидетелей не было А через несколько дней Стали говорить о миллионах Погибших в нескольких районах пчел Пал таких масштабов Грозить не урожаем меда Пчеловоды винят во всем фермеров Мол, те поливают раб с пестицидами Убивающими насекомых Разбирательство не закончено Говорят, что надо пчел Дать там на анализ А где ты ее возьмешь Если она отравили Она там и осталась Без жертв К счастью обошелся Большой пожар в Барнауле Возгорание в квартире Перекинулось на крышу Дым заполнил всю улицу Одни жильцы выбегали сами Других эвакуировали Спасали первые попавшиеся Хлотки такие Так-так-так маленькие были Ну с крыши лопалось Или что там Открываю окно, смотрю Десятый подъезд Открыли кровля Там уже дым валит во всем Там столбом прям было Пока выбегал кота под руки Побежал В первую очередь взял Попавшиеся документы Площадь пожара Почти полторы тысячи метров Новую крышу уже делают А вот что восстанавливать не собираются Так это усадьбу Михайлова Строение по неизвестным причинам Вывели из реестра памятников Архитектуры и снесли Здесь построят здание прокуратуры В августе пост мэра покинул Сергей Дугин Он управлял городом почти 4 года И предпочитал делать это тихо В своем кабинете Барнаунцам запомнятся По набережной, которая осыпается И трескается Тротуарные плитки На главных аллеях города И конечно серии коммунальных порывов Только этой зимой Мы считаем, что это будет Такой прорыв в 2019 году За свои комментарии и ответы Дугин часто становился героем мемов Его фразы уже ушли в народ А между тем политический прецедент Создали в Бийской гордуме Депутаты покинули заседание В знак протеста, чтобы не лишать своих коллег Мандаты из-за декларационного скандала А позже уже краевой депутат Андрей Волков Выступил за отзыв Председателя КЗС Александра Романенко Астрологи объясняют В июле был особый коридор затмений Осенью, как пророчат звезды Жителям край должно стать полегче Больших потрясений не предвидится И возможно даже наступит финансовая стабильность Анастасия Драган, день с толком Что ж, остается только молиться за Алтайский край Как раз в Барнауле на потоке появится первый храм В этом микрорайоне раньше действительно не было церквей А теперь появится настоящий собор, Спаский Изначально здесь планировали возвести новый кафедральный Но есть главный храм региона Но затем остановились на идее простого А также уменьшили его размеры в несколько раз Илья Кочетков расскажет подробнее Первый шаг сделан Несколько дней назад часть парка Солнечный ветер Огородили забором, а внутри начались строительные работы Закладной камень посреди стройплощадки напоминает В 2015 году во время визита патриарха Кирилла Здесь решили построить главный собор края кафедральный Позже оказалось, места для этого недостаточно Проект в итоге уменьшили почти в 4 раза И статус кафедрального решили храму не давать Благодаря этому, кстати, вырубят минимум деревьев Плюс пообещали сам парк преобразить После завершения строительства собора Парк преобразится И там будут не только клёны То, что сейчас, да, такие стихийно наросшие Но и благородные породы деревьев По словам архитектора Нынешний проект ещё и сильно исправлен С учётом критики городостроительного совета Барнаула В частности, здесь максимально учли требования доступной среды Убрали совсем пандус Но предложили применить электрические подъёмники для инвалидов В Барнауле большая часть православных храмов Расположена либо в историческом центре города Либо в новостройках А поток, рабочий район, всегда был в этом плане обделён Служители церкви уверены, со строительством собора Хотя бы этой проблемой у жителей потока станет меньше Между тем, поиск места для кафедрального собора продолжается И этот факт вызывает беспокойство некоторых барнаульских общественников В связи с этим епархия заявляет о том, что большой потом кафедральный Будет где-то в другом месте Мы его найдём Может быть на Обсковом бульваре Или где-то рядом Я, как один из защитников парка Изумрудный Вполне допускаю мысль, что барнаульская епархия построит там кафедральный собор Почему? Потому что это место старое кладбище Там ничего строить нельзя По мнению церкви, кроме церкви, ничего там нельзя строить Между тем, первый этап строительства Спасского собора Планируют завершить уже до конца текущего года Полностью построить здание рассчитывают в начале 2021 года После начнётся кропотливая работа по росписи храма и благоустройству территории Которая, возможно, займёт ещё несколько лет Илья Кочетков, Алексей Фризин, День с толком Крупные трамплины, опасные прыжки В Барнауле прошли всероссийские соревнования по мотоциклетному спорту На гоночный трек съехалось более ста мотогонщиков со всей страны От пяти до восьмидесяти лет Подробнее об экстремальных заездах расскажет Валентина Аскерова Смотрим После мощного старта поднялась страшная пыль Но зрители всё равно не могли оторвать глаз от напряжённой борьбы мотогонщиков Спортсмены не просто гоняли по прямой Но и преодолевали крутые трамплины и совершали опаснейшие прыжки Шлем на землю не класть и не возвращаться назад Вот два главных суеверия мотогонщика Егора Ифанова 34-летний уроженец Трубцовска гоняет на мотоцикле с 9 лет В его копилке десятки побед и звание мастер спорта Признаётся, мотоциклетный спорт очень опасен Своих дочек туда точно не отдаст Но сам без мотоциклов не может Несмотря на то, что были и падения, и травмы Говорит, здесь главное спокойствие и хладнокровие Они, кстати, сегодня ему вновь помогли На финиш пришёл первым Эмоции на высоте Как бы пульновато, конечно, маленько А так, в принципе, всё хорошо Трасса сильно не выбилась Как бы ехать можно Гоняли не только профессионалы, но и начинающие спортсмены Дети от 5 лет 13-летнего мотогонщика Дмитрия соперника вогнал в напряжённой борьбе В результате второе место Рассчитывала на первое, да Было тяжело, трудно, пыльно Не получилось Кстати, Дмитрий попробовал научить и меня обращаться с мотоциклом Но даже с подростковым байком я была на «вы» Поднимайте вверх и резко двигайте О! 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 У меня получилось! А дальше? Газовать надо было, моля Теперь соревнования такого масштаба пройдут уже в следующем году, рассказывают организаторы Кстати, если вы загорелись этим видом спорта, то ограничений по возрасту тут практически нет Можно обратиться в Федерацию мотоциклетного спорта и начать покорять скоростной трек Валентина Аскерова, Николай Шилко Дим с толком Разминка, растяжка, экзотические танцы и даже йога Около полутора тысяч человек приняли участие в массовой тренировке, которая прошла в парке спорта Алексея Смертина На этот раз организаторы и участники не столько стремились поставить рекорд по численности, сколько поддержать уже ставшую доброй традицией Движения сложные, попроще, ритмичные и спокойные Табата, Стронгбай Зумба, Майнд энд Бадди, лучшие тренеры города и самые активные спортивные участники В прошлом году такая тренировка собрала 4,5 тысячи человек Этот рекорд вошел в Книгу рекордов России Новая тренировка прошла уже не численности ради, а здоровья для Раньше мы гонялись за рекордами, а сейчас будем гоняться за здоровьем Поэтому рады видеть вас, присоединяйтесь как можно чаще к спорту, это хорошее дело Организаторы говорят, изначально тренировки задумывали, чтобы спорт снова стал популярен среди людей разных возрастов И ожидания оправдались Мы смотрим по количеству людей, которые приходят тренироваться в парк спорта На тренировки программы ЗОЖ, на площадку воркаута, сколько людей стало играть в футбол Поэтому, конечно, популяризация сегодня это, наверное, основной тренд здорового образа жизни в нашей стране Поэтому, конечно, очень много людей тренируется, и это здорово Тренировка стала финалом программы ЗОЖ Парк Спорта Самых активных участников наградили ценными призами А среди остальных разыграли спортивные подарки Лыжи, боксерскую грушу и велосипед Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза компания Evalar Подписывайтесь на наш канал в соцсетях И хороших вам новостей